Семинар, присвященный теме профилактики вытворчего травматизма, заусёды проходить у поширенном составе. На его запрашаются техничные инспекторы, специалисты по охове працы, старшины профсоюзных комитетов, предприемств и организаций из всей области. Головная задача для всех присутствующих на 2016 год – повышение эффективности контроля за захованием вытворчей дисциплины. Как свечит статистика, у вынеку суместной профилактичной работы за последние пять годов у регионе отрымалось снизить огульную колькость травмированных и загинувших. Однако летость, сумная статистика, снова пошла повышаться. Прошлый год был в организационном плане интересен и, будем говорить так, результативен по-своему, но с точки зрения показателей, конечно же, многие вопросы оставляют желать большего и лучшего. Почему? Потому что на карте жизнь человека. И вот анализируя многие случаи, которые происходят, как говорится, не дай бог, со смертельным исходом и с тяжелыми травмами, очень часто сталкиваемся с вопросами пренебрежениями правилами безопасного труда непосредственно самим пострадавшим. На вытвор шести летать загинул 21 человек. Для поравнания, в 2014-м – 15. При этом каждый третий находился в стане алкогольного опьянения. Подчас семинара означается, что необходимо повысить роль у керавника предприемства те организации в створении беспечных умов працы. А лишь ни один контролюющий орган не сможет досягнуть поспеху, поколь каждый работник не будет память про особистую отказность за свое житие. Мы, в принципе, все знаем о принятии директивы номер один президента Республики Беларусь в новой редакции. В этом документе конкретизированы требования как и к нанимателям, так и к работающим, к работникам, касающиеся соблюдению требований охраны труда. Поэтому, естественно, усилия будут направлены, опять же, на исключение эксплуатации и технически неисправного оборудования. И соблюдение всех элементарных требований по охране труда работающими. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, Теллеродио, компания «Гомель».